Сегодня в федеральных округах приступили к работе новые полпреды президента, назначенные в ходе масштабных перестановок накануне. И приняли дела руководители регионов, которые по поручению Владимира Путина будут исполнять эти обязанности временно до выборов. Имена и географию напомнит Илья Костин. Встреча нового губернатора Калининградской области Евгения Зиничева с его предшественником на этом посту, а теперь полпредом президента в северо-западном федеральном округе Николаем Цукановым, состоялось в здании представительства региона в Москве еще до отлета нового руководителя области в Калининград. Регион непростой, но для вас знакомый. Самая главная задача – постараться сохранить те темпы развития региона, которые были набраны. Конечно, акцент сделать на майских указах, подготовке региона к чемпионату мира по футболу. Я, конечно же, благодарен президенту за такое высокое доверие. Калининградская область – это фактически визитная карточка нашей страны, поэтому от того, как она будет выглядеть, так будут наши соседи думать и о всей России. Я отработал больше в области, поэтому я немножко регион знаю, знаю немножко с другой стороны, но постараюсь заполнить доверие. Изиничев и Цуканов назначение получили накануне в результате серии кадровых указов президента. В трех федеральных округах к работе приступили новые полпреды, а в четырех регионах с делами знакомятся только что назначенные руководители. В Ярославской области исполняющий обязанности губернатора Дмитрий Миронов принял дела у прежнего главы региона Сергея Ястребова. А позже Дмитрий Миронов побывал на заседании областного правительства, где рассказал о первоочередных задачах. Целью основной нашей совместной работы должно стать не только повышение показателей социально-экономического развития области, но и достижение конкретных результатов по улучшению качества жизни наших людей. Ведь именно люди – это наш уникальный и самый главный капитал. Уважаемые коллеги, впереди большая и кропотливая работа. Только вместе мы сможем решить все стоящие перед областью проблемы, сделать жизнь всех ярославцев лучше и комфортнее. Приступил к исполнению обязанностей новый губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников. Сегодня ему передал дела прежний руководитель города Сергей Миняйло, который стал теперь полномочным представителем в Сибирском федеральном округе. Овсянников обозначил главное в своей работе. Все приоритетные направления развития города, они, безусловно, будут связаны со статусом города федерального значения, исторической ролью города в обеспечении безопасности и обороноспособности страны. Эта специфика всегда будет ключевой. Другие отрасли также получат свое ключевое внимание. Все руководители регионов, назначенные накануне президентом, по всей видимости, в ближайший год с небольшим будут работать с приставкой ИО. Закон строго устанавливает, выборы глав регионов должны быть назначены не ранее, чем за 100 и не позднее, чем за 90 дней до единого дня голосования. В этом году он 18 сентября. Таким образом, срок назначения досрочных выборов в 2016 уже истек. Илья Костин, Ольга Меркулова, Первый канал.